добрый день попросили рассказать как работает выравнивание портала вот попробую сделать на эту тему видео значит у меня тут по собран макет в котором во первых подключена два моторчика к оси x то есть вот если в настроечке посмотреть то мотор 0 и мотор 1 подключены как x один из них инверсии то есть они движутся в разные стороны когда я кручу и другом и второе значит подключены две кнопочки номер 5 номер 4 вот я их мигают значит они с точки зрения софта они нормально разомкнутые то есть не горят тогда не сработали да и когда я нажимаю они загораются вот на этом макете я попробую просимулировать выравнивание портала значит идем в макро wizard выравнивание портала ось направления x движение в минус номера датчиков 4 и 5 оба нормально разомкнутые стоит галочка игнорировать концевые датчики то есть если один из этих датчиков является еще и лимитом да то надо чтобы при выполнении не останавливалась выполнение макроса при срабатывании одного из этих датчиков поэтому на время процедуры игнорируются концевые датчики сначала посмотрим вариант выравнивание форвард финишная подгонка ноль движение длина 200 зазор 0 скорость 500 скорость медленная 50 вот такие настройки значит генерить макрос вот у нас макрос если значит посмотреть как что еще состоит макрос то очень интересно снять галочку игнорировать концевые датчики собственно тогда вот макрос вот он становится совершенно простым и суть что процедура PLC M82 следит за двумя датчиками ей в качестве параметров подается вот такие цифры в которых закодированы закодированы номера моторов куда подключен оси x сказано что это оси x и закодированы номера входов за которыми нужно смотреть то есть если здесь например например поменяю какой-нибудь параметр да там 25 то вот этот параметр здесь становится другим возвращаю обратно вот наверно P1282 превратится в P1284 вот значит да значит процедура M82 следит за двумя датчиками и соответственно отключает отключает один из моторных выходов при срабатывании соответствующего из датчиков вот плюс его можно посмотреть сама процедура вот это значит M82 значит первым делом она говорит системе что чтобы запускали следующую команду из G кода соответственно как бы запускается движение а сама процедура продолжает работать значит вот она получает то есть декодирует номера датчиков декодирует номера осей номера каналов а дальше просто цикл по которому она смотрит за одним датчиком и если он сработал то выключает его такими командами смотрит там выставляет флажок соответствующий переменные сенсоры потом смотрит за вторым датчиком выставляет второй флажок и собственно крутится в цикле пока не сработают оба датчика то есть пока флажок сенсор не будет равен троечке то есть при сработавании одного датчика выставляется нулевый битик при сработавании второго первый битик соответственно когда оба сработали переменный сенсором на трем и процедура завершается после завершения она включает обратно оба мотора вот этой комбинации собственно и заканчивается процедура значит как это выглядит в на нашем макете значит я тут кнопочка есть который для хоминга оси xyz она вызывает макрос m138 соответственно я в макросе m138 просто поправил и оставил один вызов хоминга оси их соответственно как бы при нажатии на эту кнопочку у нас будет запускаться наша процедура выравнивания портала значит я запускаю процедуру у нас пошло движение по оси x в минус я нажимаю одну кнопочку у нас остановился один мотор я нажимаю вторую кнопочку у нас остановился второй мотор собственно на этом процедура и закончилась ну точнее м82 включила обратного мотора то есть если сейчас как бы попробую джогом то у нас опять как бы крутятся два мотора но соответственно они выровнялись соответственно датчика значит немножко усложняем процедуру чтобы было понятно что там что за что отвечает выравнивание портала значит финишная подгонка поставим 10 миллиметров например посмотрим к чему это приведет значит сохранить из генерить матрос сохранить пробуем запускаем снова процедуру она едет и этого мотора я нажимаю одну кнопочку один мотор останавливается и нажимаю вторую кнопочку и вы видели да что второй мотор остановился а первый мотор собственно сделал финишную подгонку да то есть если у вас датчики стоят не строго перпендикулярно то с помощью этой величины на можно заставить после срабатывания двух датчиков можно заставить один мотор подкорректироваться для того чтобы у вас портал стал строго перпендикулярно и соответственно после завершения оба мотора снова работают пытаемся усложнить еще немного наберем например уберем сейчас финишную подгонку а добавим зазор то есть зазор это просто расстояние на которую оба мотора съедут просто после завершения работы макроса значит сохранить и не ведь мог сохранить макрос запускаем у нас едут оба мотора нажимаем одну кнопочку мотор остановился нажимаем вторую кнопочку мотор остановился и потом они оба должны проехать на заданное расстояние остановился проехали остановились все то есть процедура завершилась жоп работает в оба мотора включена так следующий момент пока значит убираем зазор но попробуем что такое backward сохранить конфигурацию сгенерить макрос backward чуть сложнее получается процедура тут есть два м кода м 87 и м 81 значит один код просто ждет когда сработают оба датчика и останавливает движение после этого движения начинается в другую сторону и код м 81 ждет когда датчики разомкнуться по очереди соответственно насколько понятно объяснил давайте просто посмотрим как это выглядит в живую значит запускаем пошло движение движение пошло в минус значит нажимаем на один датчик ничего не поменялось продолжается движение нажимаем на второй датчик макроса станет макрос поймал пельси процедура поймала что оба датчика нажаты прошла дальше включилась движение в обратную сторону но уже на медленной скорости и соответственно система ждет когда датчики будут размыкаться то есть я отпускаю одну кнопку у нас остановился один мотор отпустил вторую кнопку остановился второй мотор и мотор и снова синхронизировались то есть в смысле включились оба то есть если я джогом подвигаю они собственно оба двигаются ну собственно можно поэкспериментировать дальше там например добавить финишную подгонку там 10 миллиметров до попробовать так сгенерить сохранить макрос сохранить конфигурацию значит еще раз запускаем едут оба нажал одну кнопочку продолжается движение нажал вторую кнопочку остановилась поехала обратно отпустил одну кнопочку оставился один мотор отпустил вторую кнопочку будет финишная подгонка и дальше они включились в оба ну и вероятно самый сложный вариант ну условно сложно да таком добавить еще зазор да то есть тогда сгенерить сохранить при зазор имеет смысл если у вас датчики находятся где-то у самого края портала да как бы мы закончили измерение и дальше нужно просто первым же делом немножко с них съехать чтобы не стоять на на краю близко к упорам значит случай еще раз генерить сохранить запускаем едут оба нажал одну кнопку продолжать движение нажал вторую кнопку остановилась развернулась поехала медленно отпустил одну кнопку мотор один остановился отпустил вторую кнопку автора остановился отъехал и скорректировалась наверно вот это все что я хотел пока она можно как бы да можно значит что еще можно упомянуть значит для срабатывания бекварда используется макрос м 80 снимок раз пенсии процедуры м 87 и в ней можно посмотреть система проверяет датчик один датчик второй и смотрит чтобы они оба были сработавшие в зависимости от того нормально замкнутые нормально разомкнутые она тут проверяет разные комбинации но идея в том что как только они оба сработали так процедура заканчивается то есть м 87 смотрит на то чтобы оба датчика замкнулись и ну или разомкнулись так оба сработали и тогда она завершается а значит процедуры м 81 82 они более сложные они смотрят за за каждым из датчиков отдельно и в зависимости от того если один из датчиков сработал то они выключают соответствующие соответствующую сторону портала то есть один датчик и выключает чена ладим другой датчик выключает чена л-2 и когда они оба сработали тогда останавливая движение и включает датчики обратно не датчики моторы то есть ключевые процедуры м 81 82 87 они стандартные уже у нас давно не менялись то есть на всякий случай можно просто проконтролировать что она все компилиции образ пельси в контроллере обновлен и дальше в общем эти две пельси процедуры в магазин участвует и собственно дальше только движение по соответствующей оси с заданной скоростью 500 быстрая скорость наша или 50 медленная скорость если это форвард то там участвует только быстрая скорость то есть там остается только скорость 500 значит еще раз простейший вариант да это финишную подгонку выбираю зазор убираю и там для демонстрации убираем концевые датчики вот собственно процедура выравнивания вся сосредоточена в пельси м 82 с одновременным движением по оси x с заданной скоростью 100 то есть запускаем слежение за двумя датчиками одновременно запускаем движение после того как все завершилось пауза в одну десятую секунды и после этого сбросить машинные координаты в заданное значение ну собственно обычно в норме вот наверное все что я хотел рассказать про выравнивание спасибо за внимание